Ну и побросала же эту посылочку. Заказал телефон 12 августа, а сегодня 16 октября. Но, как оказалось, виновата в этом не почта России, а что-то на почте Китая произошло, эту посылку возвращали. Стоит два штампика о приеме на почте. Один штампик за середину августа, а второй штампик за конец сентября. Вот конкретно эта посылка была отправлена в конце сентября. Что делали с этой коробочкой? Внутри HD-экран, Android, Wi-Fi, Bluetooth, Difx. Причем здесь Difx? А сам телефон похож на Samsung Galaxy S4, Mega, Giga или... Не знаю, они все у них на одно лицо, я не разбираюсь точно. Буду называть его Samsung Galaxy S4. Экран 5 дюймов с разрешением 1280 на 720. Все кнопочки подписаны на пленочке. Очень похож на тот телефон, который я вскрывал пару дней назад. Вот, типа Super AMOLED-экран. Вот они. Смотрите, один в один только один черненький, другой беленький. Обязательно сравню их качество. Это же разные производители. Батарейка. Если мне не изменять память, у продавца написано, что батарея 1700. Наушнички. Две батарейки в комплекте. Где? 1700 мАч. Но мне кажется, что для такого большого телефона маловато. Эх, опять вскрывать. Не люблю открывать задние крысочки у телефонов. Особенно после недавней распаковки. Вон того, вон Super AMOLED-экрана, который на столе лежит. Ну, этот открывается попроще. Видимо, пластик помягче. Или защёлки не такие хорошие. Ещё сегодня открывал Windows Phone. Там вообще не мог понять, как открыть, как сдвинуть эту защёлку на HTC. Так. Вот. Открыл. Внутри две сим-карты. Одна нормальная, другая не полноразмерная микро. А как вставлять-то? Не так. Опять не так. Ага. Вот так вставлять. Один гигабайт... Пффф... Вывалилось. Придётся закрыть. Один гигабайт оперативной памяти. Четыре гигабайта флэш-накопитель. И процессор МТК-6589. Четыре ядра Cortex-A7. Что такое TP-LCD, интересно? Айнё. Ладно, пускай друзится. Посмотрим, что ещё. Внутриканальные наушники. Даже тестировать не буду. Так. USB-кабель. Зарядная для наших розеток. Знакомая заставочка. Инструкция. Неинтересно. И плёночка. Всё что ли? А на сайте написано какие-то там ещё подарочки. Но, видимо, два месяца назад подарочков ещё не было. Так. Открываю плёночку. Куда-то чего-то зашло. Слушайте, сразу не тормозит. Иногда запускаешь только, всё тормозит. А здесь всё плавненько. Интересно. Play Market сразу есть. Приятно, быстро, шустро работает. Android M2 4.2.1 Android. Ядро 3.4.5. Галерея. Видеоролик. Два видеоролика. Знаете, для чего я купил вот именно этот телефон? Для того, чтобы побольше просмотров видео было, я решил купить этот телефон и назвать видеоролик «Китайский Samsung Galaxy S4». Вот видеоролик «Китайский Samsung Galaxy S3» очень много у меня набрал. Может, и этот намерят. Правда, у меня теперь два китайских Samsung Galaxy S4. Придётся два. А, нет, этот я назову без Super AMOLED-экрана. Это китайский телефон Samsung Galaxy S4. Смотрите, здесь даже точечки такие вот под пластиком нарисованы. Может, вам, конечно, не видно будет, но пытались симулировать максимально точно. Что-то не похоже. Это на камеру 8 Мп, и мутно снимает. Может, на улице по... О, 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 так тут матрица не IPS. Я сразу и не заметил. А что было написано в магазине, уже не помню. Надо будет посмотреть. А что на коробочках? HD. IPS слова нет. На крышечке. Тоже не слово об IPS. Вот блин!